Библейский портал экзегет.ру представляет Библейский портал экзегет.ру представляет цикл бесед о книге «Бытия». Сегодня мы с вами читаем 45-ю главу. Иосиф не мог более удерживаться при всех стоящих около него и закричал «Удалите от меня всех!» И не оставалось при Иосифе никого, когда он открылся братьям своим. И громко зарыдало, но услышали египтяне, услышав дом фараонов. И сказал Иосифу братьям своим «Я, Иосиф, жив ли еще отец мой?» Но братья его не могли отвечать ему, потому что они смутились пред ним. И сказал Иосифу братьям своим «Подойдите ко мне», они подошли. Он сказал «Я, Иосиф, брат ваш, которого вы продали в Египет. Но теперь не печальтесь и не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни». Иосиф открывается своим братьям, и он говорит «Да, я ваш брат, которого вы продали». И он говорит «Но теперь не печальтесь и не жалейте». Наступает момент, когда братья, которые продали его, оказываются не только в его полной власти, наступает вот эта развязка. Люди, которые обошлись с ним несправедливо, люди, которые обошлись с ним предательски, они теперь сталкиваются с ним лицом к лицу, а он теперь такой большой человек, он теперь властитель. И очень часто в истории происходит так, что люди, которые выбились, которые получили какую-то власть, они стремятся отомстить своим обидчикам. Но Иосиф действует совершенно наоборот. Эти братья, они его продали, они его обидчики. Они причинили ему несомненный вред, они обошлись с ним крайне несправедливо. Но что об этом говорит Иосиф? Бог, не жалейте о том, что вы продали меня сюда, потому что Бог послал меня перед вами для сохранения вашей жизни. Иосиф видит за всем этим Божий промысел. Таинственный Божий промысел проявился в том, что его братья продали. И он видит за событиями его жизни, в том числе, несомненно, за таким трагическим событием, как то, что продали в рабство, видит Божий промысел. Ибо теперь два года голода на земле. Остается еще пять лет, которые ни орать, ни жать не будут. Не орать, то есть пахать, ни жать. Бог послал меня перед вами, чтобы оставить вас на земле и сохранить вашу жизнь великим избавлением. Итак, не вы послали меня сюда, но Бог, который поставил меня отцом фараону и господином во всем доме его и в водыку во всей земле египетской. Иосиф признает, что во всех событиях его жизни, в том числе, в том, что его братья продали, проявился Божий промысел. Бог послал его с его таинственной божественной целью, которая вот сейчас открылась. И, конечно, на месте Иосифа другой человек мог бы рвать на себе волосы и говорить, вот за что мне это прилетело, вот за что мне такое несчастье, ах, чем я согрешил. Но Иосиф проходит все эти испытания с верой и, наконец, открывается зачем. Наступает момент, когда, оказывается, для чего Бог его привел на это место. Идите скорее к отцу моему и скажите ему. Так говорит сын твой Иосиф, Бог, поставил меня господином над всем Египтом. Приди ко мне немедли, ты будешь жить в земле Гесем. И будешь близ меня, ты и сыны твои, и сыны сынов твоих, и мелкий и крупный скот твой, и все твое. И прокормлю тебя там, ибо голод будет еще пять лет, чтобы не обнищал ты и дом твой, и все твое. И вот очи ваши и очи брата моего Вениамина видят, что это мои уста говорят с вами. Скажите же отцу моему о всей славе моей в Египте и о всем, что вы видели, и приведите скорее отца моего сюда. Возможно, разное поведение со стороны Иосифа. Иосиф мог сказать, что эти люди обошлись со мной, дурные, несправедливые эти братья. И я хочу их наказать. Он мог бы их наказать. Он мог бы сказать, что я теперь египтянин. У меня теперь египетское имя, у меня египетская жена. Я теперь вращаюсь в высших кругах египетского общества. Что мне задело вообще до этих кочевников? Я отлично себе сделал карьеру в Египте. Я хочу забыть про это. Это как бывает, когда иммигранты, скажем, иммигранты в Америке, русские иммигранты, они меняют себе имена для того, чтобы их никто не принимал больше за русских. Они уже осваивают, начинают свободно говорить по-английски. И там человека зовут уже не Иван Кузнецов, а Джон Смит. И он теперь, значит, белый американец. И он не хочет помнить о том, что он когда бы то ни было был русским, и не хочет вообще об этом вспоминать. Так бывает. Но Иосиф помнит о том, что он на самом деле еврей. Он помнит, что он на самом деле принадлежит к вот этому народу. Понятно, что стать египтянином — это большой карьерный рост. И стать знатным египтянином — это тем более большой карьерный рост. Но он не хочет забыть свое родство. Он помнит своих родных. И он заботится о них. Он продолжает о них заботиться. И поэтому он говорит, что «пускай прибудет мой отец, пускай прибудет вся его родня, и я вас пропитаю, я вас позабочусь». И пал он на шею Вениамину, брату своему, и плакал. И Вениамин плакал на шее его, и целовал всех братьев своих, и плакал, обнимая их. Потом говорили с ним братья его. Дошел в дом фараона слух, что пришли братья Иосифа. И приятно было фараону и рабам его. И сказал фараон Иосифу, «Скажи братьям твоим, вот что сделайте, навьючьте скот ваш хлебом и ступайте в землю ханаанскую, и возьмите отца вашего и семейства вашего, и придите ко мне, я дам вам лучшее место в земле египетской, и вы будете есть туг земли». То есть вы... туг — это буквально жир, то есть вы будете сыты здесь. «Тебе же повелеваю сказать им, сделайте сие, возьмите себе из земли египетской колесниц для детей ваших, для жен ваших, и привезите отца вашего, и придите. И не жалейте вещей ваших, ибо лучшие из всей земли египетской дам вам». И фараон тоже очень рад принять в Египте родственников своего любимого царедворца Иосифа. Так и сделали сыны Израилева. И дал им Иосиф колесницы по приказанию фараона, и дал им путевой запас. Каждому из них он дал перемену одежд, а Вениамину дал триста серебряников и пять перемен одежд. Также и отцу своему послал десять ослов, навьюченных лучшими произведениями египетскими, и десять ослиц, навьюченных зерном, хлебом и припасами, отцу своему на путь. И отпустил братьев своих, и они пошли. И сказал им, не ссорьтесь на дороге. Он отправляет их за их отцом, и он говорит им, не ссорьтесь на дороге. И это очень трогательный момент, потому что дорогой братья могут начать выяснять, кто из них виновнее в первоначальном решении продать Иосифа в рабство. Но Иосиф показывает, что он их полностью простил, и этот вопрос закрыт к ним, и не надо возвращаться. «И пошли они из Египта и пришли в землю Ханаанскую к Иакову, отцу своему, и известили его, сказав, Иосиф, сын твой жив, и теперь воды чистуют над всей землей египетской». Но сердце его смутилось, ибо он не верил им. И действительно бывают такие слишком хорошие новости, в которые невозможно поверить именно потому, что они слишком хорошие. И вот Иосиф им не верил. Когда же они пересказали ему все слова Иосифа, которые он говорил им, и когда увидел колесницу, которую прислал Иосиф, чтобы вести его, тогда ожил дух Иакова отца их, и сказал Израиль, «Довольно сего для меня, если еще жив сын мой Иосиф, пойду и увижу его, пока не умру». И вот эти долгие годы скорби, когда он оплакивал своего сына, полагая его мертвым, они заканчиваются тем, что он убеждается, что его сын не только жив, но его сын теперь занял такое высокое положение, и теперь благодаря ему будет спасена вся его семья, вся его родня. Мы видим, как здесь таинственно действует Божий промысел, как говорит сам Иосиф, вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Но Божий промысел действует в данном случае через поведение самого Иосифа, который проявляет доверие к Богу и верит, что Бог о нем заботится. Даже в те моменты, когда в это трудно очень верить, когда он находится в рабстве, когда его бросают в тюрьму по ложному обвинению, он верит, что Бог с ним, и Бог о нем заботится, и что Бог достигнет своих целей, и что цели эти ко благу Иосифу. И вот, когда этот человек, Иосиф, так полагается на Бога, когда он смиренно и верно служит всем, кому он должен служить, когда он проявляет такое смирение и усердие, когда он во всем поступает честно, через него действует Божий промысел, и через него Бог спасает все его семейство. И, надо сказать, еще великое множество египтян, которые умерли бы от голода, если бы не запасы, вовремя сделанные Иосифом. Мы с вами прочитали 45-ю главу книги «Бытия». Мы читаем писание в рамках библейского портала Exiget.ru.